Здравствуйте! Это программа Диаблога Вечном и я, ее ведущий Михаил Кириченко. Мы говорим о том, что действительно волнует каждого. Темы наших бесед выбраны не случайно. Свидетельство тому огромное количество вопросов, суждений, порой и острых дискуссий на сайте нашей программы. Адрес моего блога вы видите сейчас на своих экранах. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для наших будущих передач. Принимайте участие в обсуждении. Как всегда, делаем передачу вместе. Тема поиска тайных знаний издревле является очень актуальной для человечества. Итак, тема сегодняшней беседы – изучение скрытых возможностей человека, грех или самопознание. Мы попытаемся в ходе беседы с нашими гостями найти ответы на следующие вопросы. Где пределы человеческих возможностей? Существуют ли они вообще? Что такое экстрасенсорные способности человека? Что мы называем оккультными учениями и как церковь относится к ним? Итак, наши сегодняшние гости. Разрешите их вам представить. Парапсихолог, торолог и метафизик Марина Веременкова, а также ксенц Игорь Лошук, настоятель прихода Иоанна Павла II в Минске. Добрый вечер. Добрый вечер. Большая советская энциклопедия так определяет слово «оккультизм». «Окультизм» – от латинского слова «оккульту» с тайной сокровенной. Общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для обычного человеческого опыта, но доступных для посвященных, прошедших через особую инициацию или посвящение и специальную психическую тренировку. При этом цель ритуала посвящения усматривается в достижении высшей ступени сознания, открывающего доступ к так называемым тайным знаниям. Марина, вот вы парапсихолог, торолог, астролог, метафизик. Может, я не все перечислил. Расскажите, ваши способности – это результат какой-то работы над собой? Как вы пришли к занятию этими практиками и каким образом обнаружили в себе необыкновенные способности? Назовем это так. Скажем, все. Вопрос сложный, но, в принципе, интересный. Началось все очень неприятно достаточно. Я столкнулась с тем, что у меня погибла мама. И, естественно, хотелось понимать, что будет дальше и как. Я настолько была, насколько я сейчас понимаю, травмирована, что практически всю свою жизнь, это произошло в 14 лет, сейчас я уже взрослый человек, я всегда искала инструменты для изучения скрытого тайного, для вообще изучения, а действительно ли человек должен умирать, что с ним творится после смерти. И, в принципе, большое-большое любопытство, много прочитанной тонны литературы. И я… вот это, в принципе, и все, если так можно. То есть зверское желание и… То есть любой человек, если он очень захочет, если ему надо, если он обложится тоннами литературы, он способен достичь таких же результатов, как и есть. Да. Я узнала такие вещи, что у меня теперь с каждым разом появляется все больше вопросов, и мне кажется, я уже вообще ничего не понимаю. Ну, например, я выяснила, ну, не буду уже, как говорится, в точных подробностях, ну, примерно, что наше тело сохраняет энергию пяти водородных бомб. Вопрос. Почему пять водородных бомб стареет, умирает и так далее? В нас скрыта колоссальная энергия в каждом человеке, потрясающая колоссальная энергия. Но нас почему-то не учат ее, значит, преобразовать, ею, как бы, работать. Наше тело в состоянии исцелить себя само. Мы каждый являемся и целителем, и могуществом, если так можно сказать. Мы просто не знаем. Наши знания практически, это не увеличается, это скрывается. Признает ли церковь реальность каких-то подобных явлений, таких как экстрасенсорика, ясновидение, телекинез, гипноз, парапсихология и любые подобные проявления практик? Ну, видите, у нас есть такая книга чудесная, святая, называется Святое Писание, Библия. Там все написано. Все абсолютно. И если мы хотим узнать о том или о другом явлении, которое в нашей жизни случается, Святое Писание все дает. Во-вторых, то, что вы сказали, вот эти явления, все это является, даже со Святое Писание, это все является грехом, и грехом настолько тяжелым, что вы даже не представляете. Я, мне пришла вот, когда я читал, думал немножко над передачей, прийти сюда, вот образ Саула. Но Саула, как вы знаете, это был первый король Израиля. Он запретил было все магии, все-все-все абсолютно. Вот это все, что связано было с небожиим. Но в конце концов он обратился в конце своей жизни, ища мести в себе внутри или каких-то непонятных, отступая от Бога все дальше и дальше. Он пришел к магии, обратился. И когда он там пошел, чтобы узнать, что будет дальше с ним, конечно, ему сказали, узнали, кто он, ему сказали, что будет дальше с ним, он умер. Все, это как бы для человека. Но вопрос был, что он должен был, не должен был туда ходить, он должен был обратиться к Богу, быть покорной волей Бога. И вопрос как бы так снялся сам собой, но человек пошел не в ту сторону. Я вам скажу такую простую вещь. Святое Писание плюс молитва, отношение к Богу. У нас в истории церкви очень много есть таких вещей, которые, ну, не описуем, не можем мы как-то объяснить научно, или не можем мы объяснить некоторых фактов. Вот мы говорим, это все вера. И то, что, как сказали, там водородные бомбы, или что мы знаем, конечно, что и все говорят, что у нас ум открыт только для нас, там всего несколько процентов, даже десяти процентов нет. Возможности человека огромные, а если еще в Господе Богу, в Господе Богу человек может очень много всего. Только не надо переступить с этой черты. Есть такая черта, как говорится, чтобы не пойти против Бога. Поэтому мы всегда очень осторожно относимся к этим всем явлениям. Мы верим, что человек имеет возможность лечить другого человека. Это Христос. То есть признается все-таки, да? Да, да, есть такая возможность, что может лечить. Христос лечил людей, Он дал такую власть ученикам своим. Ученики дают такую власть ученикам своим. Об этом, прошу прощения, ксенцы Игоря, у нас есть вопрос от зрителя. Аркадий Сергеевич из Минска спрашивает. Правда ли, что в Евангелии есть сообщение о том, что Иисус подвергался обвинениям в колдовстве и магии? Бог, конечно. Ведь Он мог совершать чудеса, свидетельствуя этим о своей божественной природе. И почему религия осуждает людей, практикующих в области парапсихологии и так далее, если одно из главных божьих заповедей есть «не суди». И Бог сказал, что каждый человек свободен, что человек создан по образу и подобию моему. Мой вопрос – это парапсихология, мне так не нравится, так это… Я не буду обращаться к нему. Но я вам скажу, что Христос… Христа тоже обвиняли в том, что Он является ставленником Бельзебула, там… Или… Я не знаю, как бы сегодня, как мы отнестись к человеку, который лечит и говорит, вот я лечу, мне получается. Я никого не обвиняю лично, но я всегда задаю вопрос. Было у меня лично тоже встречи с такими бабушками или как-то людьми. Я спросил, расскажите, какие молитвы вы читаете. Мы там с иконами совсем дружим. Знаете, все… Дьявол дружит иконами, дьявол верит, что Господь есть, и не надо ему доказывать этого. Но вопрос, если начинаются какие-то вещи, связанные с природными явлениями, или какие-то вещи в их молитвах, которые выходят по-за рамки божественного, за рамки христианского, как говорится, за рамки каких-то, ну, определенных библийных дозволенностей, это уже идет в разрез, мы очень осторожно подходим к этому всему, потому что потом прибегают обычно в церковь, а мы там полечились, не там, где надо, а вы нам помогите, потому что уже одержимость наступает, уже начинаются какие-то явления с человеком. Я лично столкнулся с такими делами, лично с одержимостью, со всеми. И много было таких одержимых людей, которые приходили, просили помощи, что не знают, что творится, потому что начали контакты с людьми, которых, ну... На сайте одного парапсихолога я прочитал следующее. Таких высказываний, кстати, немало. «Современная церковь не только не отвергает магию, но и приветствует ее развитие, так как в ней духовное развитие всех людей. А для очень важных действов сильные служители церкви и сильные маги часто взаимодействуют друг с другом для создания более эффективных преобразований в мире». Марина, вам известны случаи подобного взаимодействия? Вот сослаться на что-то конкретное я не могу. Я предполагаю, что это вполне реально может быть. Здесь есть интересная вещь. Вот мало кто знает молитва, да? Она же состоит из слов, слова из букв. Каждая буква – это цифра, вибрация, чистота. Если берешь любую молитву, даже неважно какую, но ты ее читаешь с чувством, 15-20 минут, вокруг тебя создается поле очень высокой чистоты. Вот так исполняется желание. Надо сперва помолиться, а потом вот в этом поле. Почему в церкви часто исполняется желание? Там на моленное место, там очень красивая, чистая вибрация. А потом надо вставлять свое желание. Это к слову. То, что маги могут работать вместе с служителями церкви, конечно, церковь ведь ни для кого не секрет, что она всегда изучала скрытые тайны. Спасибо большое. Отец Игорь, вы можете как-то прокомментировать данное высказывание? Ну, я не знаю, так вы знаете, у меня нет фактов, и где-то, чтобы я вот то своими глазами видел, чтобы как бы церковь работала с магами или с чем-то. То есть я не знаю таких фактов, никогда не знаю. То есть вы опровергаетесь? Я опровергаю это. То есть церковь, сама по себе церковь. В церкви есть люди, это другое дело. Я не могу считать, что вот этот человек церковь или этот человек церковь, это есть организация, созданная Христом, по благословению Христа. В свое время организация, как мы можем сказать, духовная организация, по-разному можно, где глава есть Христос, глава церкви Христос. И я не знаю, с кем Христу еще надо сотрудничать в главе церкви, если он Бог, понимаете? С какими силами? Были силы, которые приходили к нему на сотрудничество, когда мы знаем о искушении Христа, например. Приходит дьявол и говорит, поклонись мне, а дам тебе вот все эти власть над всеми царствами. Прыгни с этой скалы, с этой святыни. Вот написано есть, что вот ангелы будут тебя носить. И скусись на этот хлеб, вот ты голодный и так далее. Но вот это слово поклонись. Но нет такого, как может Христос кланяться, как Бог может кланяться творенью. Я вот этого не могу понять. Этот вопрос как бы сам в себе противоречия. У нас есть вопрос от Егора. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если человек обнаруживает в себе такие способности, как, например, телекинез или гипноз, не стремясь к этому, независимо от его желания, это осуждается церковью? И если такие способности все же есть, можно ли их развивать исключительно для самопознания? Я считаю, что это великолепно, что человек начинает чувствовать, что он может больше, чем, как обычно, и начинаются ломаться стереотипы. Только этого мало для самопознания. Если ты понимаешь, насколько в тебе скрыт огромный ресурс, огромный потенциал, значит, во-первых, надо изучать себя, надо изучать то, что скрыто, и научить других. Если, как я вам объясняла вначале, что человек, я была потрясена, что человек, например, может исцелить себя сам. Когда мы спим, наши тела, наши, ну, долго объяснять, мы кроме физического тела, еще имеем 6 тонких тел энергетических. Сейчас есть аппаратура, кладешь ладошку, и все видно. Это уже как бы не фантастика, это наука. Пока мы спим, все тела самоисцеляются. И каждый раз утром мы просыпаемся абсолютно новое и свежее. Теоретически наше физическое проявленное тело тоже должно быть здорово. Но здесь работает коллективное и бессознательное. Что относится к моему? Я так тоже так подумал. У нас было очень много святых, святых с разными такими экстраспособностями, то есть необыденными способностями, необычайными способностями. Например, святой отец Пио из Петрольчино, это Италия. У которого стигматы были, по-моему, когда он пошел в истории. У него даже была биллокация, вот такая возможность биллокации, его объявили святым не так давно. Конечно, его в свое время, как мы говорим, церковь преследовала, но преследовали определенные люди, которые имели какую-то иерархическую положение в церкви. И преследовали, как я потом много читал, много узнавал, из чисто корыстных, личностных побуждений. И вот это вот интересно, чисто корыстная личность. Да, они преследовали, вот недавно, несколько буквально недель назад, отец Пио, его мощи, были внесены в собор святого Петра Базилику на начало Великого Поста, когда святой отец Франциск дал благословление, чтобы из так званых исповедников милосердия, так называемого, год милосердия у нас сейчас в церкви, то есть этот святой Леопольд Мандич и святой отец Пио, это два капуцина, монаха, которым было почти все запрещено делать, но они исповедовали людей, они прощали грехи людям, то есть это были великие исповедники. И они вот как бы те, которые там сидели, которые запрещали в Ватикане, как мы говорим, или там где-то там еще определенной личности, как бы показал Господь Бог вот славу этих униженных, даже после того, как Христос сказал, если зерно, падшее в землю, не умрет, оно не принесет плода своего. То есть видим, что плоды святых, они идут, идут далеко, идут высоко, и о них говорят, ну я вот не видел, чтобы плоды каких-то там магов, чародеев там расходились так далеко, там где-то там, потом о них только плохое слышно, ничего хорошего не слышно, как бы слава их не очень всегда интересная, поэтому, знаете, всегда опасно вот, я бы всегда, если у тебя появились какие-то способности, мне был бы очень осторожен к этим способностям, какие появились. Я бы всегда, я всегда вот к этим, к материи этой такой, духовной, которая приходит в такие уровни, на такой уровень, какой-то, как мы говорим, каких-то возможностей сверхъестественных, и подходил бы очень так осторожно, с опаской, не то, что с опаской, но с верой в Бога, вот так бы, и подумал бы много раз. Марина, на ваш взгляд, насколько велика ответственность человека, который обладает такими уникальными способностями, вот продолжая разговор, начатый отцом Игорем, могут ли действия мысли такого человека нанести вред кому-то и способствовать распространению о нем дурной славы, о чем мы сейчас говорили? Да. Челософ Эмерсон сказал, что велики те, кто видят, что миром правят мысли. А Ницше сказал, что истинная сущность вещей – глубочайшая иллюзия. Я просто к тому хочу все это подвести, что большая ответственность, конечно, ложится перед человеком, если он начинает видеть больше, чем другие. В древних рукописях можно встретить часто упоминания о том, что древние учителя называли нас спящие, которые живут в мире спящих. Это как раз то, что сказал отец Игорь, правильно? Да. Да, что у нас работает очень маленький процент, мы как в спящем режиме. Мозг, в смысле? Мозг, да, прошу прощения. Вот. И, кстати, есть великого физика и, допустим, Оша, учитель такой индийский, вот когда они рассуждают именно на тему, а что же будет, если проснется мозг? То есть рассуждает именно духовные учителя и физики. То есть я всю к тому, что ответственность просто огромная, колоссальная. Человек, да, как он может поднимать людей и учить их о том, что в конце концов они начали просыпаться и соображать. Нас всю жизнь учат чему? Что жизнь происходит независимо от нас, и мы не можем на нее влиять. На самом деле все наоборот. Физика доказала квантовое, что для того, чтобы какое-то явление происходило, нужен наблюдатель. Если я не готова что-то воспринимать, я это не увижу. Грубо скажу, что совсем недавно одни известных ученых объяснили все это просто, что если на Луну никто не смотрит, допустим, в данный момент времени, ее не будет. Понимаете? В одном из ваших интервью я прочел, что, по вашему мнению, конца света не будет в классическом понимании, а людям нужно ждать какой-то переход в какое-то четвертое измерение. Значит ли это, что мы сейчас живем в измерении третьем, и не страшно ли вам брать на себя такую ответственность и делать такие важные, серьезные заявления? Ну, вообще-то это не мои как бы заявления, это я уже делаю выводы. Но это старое интервью, потому что считалось, что переход должен был произойти в четвертое измерение с 2012 по 2014. Явно признаков мы никаких не видим, хотя, если я читала... Неужели вы ошиблись? Нет, я не ошиблась. Насчет конца света и насчет переход в четвертое измерение. Я хочу кое-что объяснить. Будущее, оно нигде не написано, оно всегда не завершено. Слово «рок», «судьба» это не совсем так, это неправда. Не существует судьбы, существует колоссальное количество вариантов событий. С нами происходит то, на чем мы фиксируем внимание и во что мы поверим. Вот поверю я в церковь, и буду ходить в церковь, и жизнь моя будет прекрасна. Лишит меня церковь, я буду несчастный человек. Если я верю, что я сама в состоянии, я верю в божественные структуры, а как же без них? Все это да, но я немножко по-другому смотрю. Я хочу сказать, что я решила, и я уверена, изучив тон литературы и почувствовав на себе, я в состоянии сама влиять на собственную реальность. Каждый человек живет в своем, имеет свою картину мира, но существует такое некое общее поле реальности. Так вот, я насчет конца света и четвертого измерения. Значит, вот, допустим, на 10 источников таких авторитарных мы найдем, о конце света, мы найдем абсолютно другую альтернативу, что люди скажут, что нет конца света, а есть переход в другое измерение. Есть такие слова были где-то, что мы не умрем, но мы изменився. Я к чему? Мы каждый день создаем свою реальность, даже не понимая своими мыслями, эмоциями, фиксациями. Когда, если, допустим, человеку по телевизору любые средства информации говорить о том, что скоро конец света, и чем больше людей будет об этом говорить, мы просто найдем тот вариант событий, что мы выйдем туда. Если людей внимание переводить на другое, что мы переходим в четвертый измерение, мы станем все добрее. Кстати, говорят, что... Нет, написано в текстах было, что при переходе в четвертое измерение наши мысли формы будут материализоваться сами. Об этом, кстати, есть упоминание в Библии. Я ее тоже читала, Евангелие. Вот. Так вот, лучше, вот вы поймите, мне кажется, вообще, вот эти понятия конца света, это выгодно системе. Если человеку сказать, что через 2-3 года у нас конец света, у него он будет проживать определенную жизнь. Если человеку сказать, что он будет жить 100 лет еще, он начнет соображать, так, на этой работе я точно 100 лет не протяну. Мне надо что-то менять. Вы понимаете, это опять-таки манипуляция сознанием. Отец Игорь, а вы можете как-то прокомментировать то, что мы услышали сейчас? Христос комментирует нам ясно и коротко. Никто не знает, даже сын, а не ангелам не дано знать, когда этот день наступит. А не сын человеческий, только отец. если кто-то говорит про конец света, что он там что-то так, он знает, как это, что, ну, значит, он выше, считаешь себя Бога, Отца. А это очень, как говорится, к инквизиции я бы послал срочно такого человека. Ну, и неблагодарное предсказание, согласитесь, никогда не предсказываю. Не надо никогда этого предсказывать, потому что никто это не знает. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что вот тоже вы сказали, сколько прожил, мог человек, планируем. Мы не знаем, сколько кто, когда проживет. Поверьте мне, я уже священником почти 23 года. и у меня было в жизни таких ситуаций, я насмотрелся, я встречаюсь и со смертью, с рождением, с жизнью. Поэтому я вам только одно скажу. Мы не знаем, когда этот придет день. Это сокрыто перед нами. Это великая тайна, и мы благодарим Богу, что это сокрыто. Христос говорит всегда, будьте всегда на чеку, будьте всегда готовы. Вы не знаете, когда Сын человеческий придет. Конец света. Христос сказал, как это будет сотворяться, что увидят все Сына человеческого, увидят все Христа. Все увидят Христа. То есть придут какие-то знаки. Мы читаем эту книгу «Апокалипсис» или книга предзнаменований, последняя книга Святого Писания, которая очень такая интересная, таинственная вся. Как это, что будет? Многие объясняют это все. Как-то кто-то по-своему. Конечно, для меня эта книга всегда была большой тайной. Стараюсь так как-то понять эту книгу, но всегда трудно. Поэтому я слушаю слова Иисуса Христа, что будет так, а не иначе. Все в воле Господа, понимаете. Там где-то искать свою волю, где-то там свои заявления какие-то делать лучше. Я сделаю заявление словами Христа, и это для нас будет достаточно. Очень авторитетное заявление. Спасибо большое за очень интересную беседу. Жалко, что она заканчивается. Сегодня у нас гостями в студии были парапсихолог, торолог и метафизик Марина Веременкова и Ксен Цигарь Лошук, настоятель прихода Иоанна Павла II в Минске. Спасибо. Очень приятно. Напоминаю вам, что человек создан по образу и подобию Божьему, что, на мой взгляд, означает то, в частности, что у него есть свобода выбора. Поэтому вы вольны выбирать, кому идти, к Богу или к экстрасенсам, магам и колдунам. Но помните при этом, что вам нести за это персональную, личную, иными словами, ответственность. Будьте с нами, предлагайте темы для будущих бесед, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, присылайте смс-сообщения, мы обязательно на них ответим. Это была программа Диаблога Вечным, и я ее ведущий Михаил Кириченко. Счастливо. Счастливо.